Юрий Павлович Казаков – прозаик, русский писатель, драматург, сценарист, является представителем советской малой повествовательной прозы. Он начинал свою литературную деятельность в период, который впоследствии назвали «оттепелью» и стал представителем шестидесятников. Казаков имел традиционные жизненные позиции, его интересовала старина, а современный уклад жизни являлся для него сомнительной новью. Юрий Павлович родился 8 августа 1927 года в Москве. Семья жила в маленькой комнатушке, не более 15 метров, которая находилась в коммунальной квартире в доме номер 30, который располагался на Арбате. В детстве Юрий любил читать и проводил много времени в библиотеках и читальных залах. Особой любовью у ребенка пользовались книги, где речь шла об охоте. Повзрослев, охота стала его единственным увлечением и страстью. В поисках ответов на свои вопросы он много ездит по стране. Особенно его влечет русский север. Первозданный и самобытный уклад жизни, который он там наблюдает, дает ему вдохновение на написание новых произведений. Вольная лесная жизнь сподвигла писателя на написание северных рассказов. В 1957 году Юрий Павлович напишет Никишкины рассказы «Поморка», «Манька». Все они были просто пронизаны безысходностью. На протяжении 10 лет, с 1960 по 1972 годы, Казаков писал северный дневник. В нем он описывал исторические портреты поморов. Посещая Кольский полуостров, Карелию, двигаясь вдоль побережья Ледовитого океана, Мурманска и Соловков, писатель буквально впитывал в себя пейзажи и портреты простых рыбаков и охотников. А затем пополнял свой дневник новыми повестями. В 1961 году он напишет рассказ о драматичной судьбе поморов «Нестор и Кир». В 1966 году про Соловецкий монастырь, превращенный в 1920-е годы в концлагерь «Соловецкие мечтания». Одним из последних произведений этого цикла стала повесть «Мальчика снежной ямы», которая рассказывает о жизни ненецкого художника-самородка Тыка Вылки. В 1957 году автор пишет повесть «Арктур. Гончий пёс». В качестве центрального персонажа выступает слепой пёс по кличке Арктур. Отсутствие зрения отличает его от остальных собратьев. Ему пришлось пройти через море трудностей и не потерять при этом уверенности в себе. Существование пса печально, до него нет никому дела, люди просто проходят мимо. Но однажды появляется человек, который не остаётся равнодушным к судьбе Арктура. Это доктор, который решился взять собаку к себе на время. Но как только человек проявил заботу к бездомному слепому псу, привёл его в порядок и накормил, животное мгновенно привязалось и стало его просто невозможно выпроводить на улицу. Жалость, которую проявил доктор, отразилась в безмерной благодарности и привязанности собаки к нему. Доктор не смог выгнать пса и оставил у себя. Для Арктура новый хозяин стал всем, помог открыть ему новый мир. Отсутствие зрения обострило слух и нюх пса. Однажды, когда хозяин взял его на охоту, у того проявились задатки гончего пса. Собаку безумно увлекал процесс, отсутствие зрения не давало возможности поймать добычу, но момент преследования позволял ему почувствовать свободу. Арктур больше не смог жить без охоты. Каждый день пёс стал убегать в лес и гонять добычу. И даже получая при этом травмы, он не отказывался от тех ощущений, которые давала ему погоня. Он, наконец, нашёл то, что делало его по-настоящему счастливым и давало полное ощущение жизни. Рассказ заканчивается довольно трагично, поднимая при этом ещё тему того, что, несмотря на всё происходящее вокруг, набивая шишки, каждый должен делать то, что действительно помогает жить. В то лето я жил в маленьком северном горе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкосколы и карбасы с запачканными чёрной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воглой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день, докомандированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод. Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. Лез для сплава рубили верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам. Сосны всё время тихонько шумели. Когда же следовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стукались о землю. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьёй, но двух сыновей его убили на фронте. Жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность. Он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда. Обедал и спал на террасе. А в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, но доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями. Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прорастающей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город, почти все лето в нем стояли белые ночи. Набережная и улицы его были негромкие и задумчивые. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук, это шли рабочие с ночной смены. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, слушается в шаги своих обитателей. Ночью наш сад пах смородиной и росой. С террасы доносился тихий храп доктора, а на руке бубнил мотором катер и пил гнусавым голосом «Ду-ду-ду-ду». Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал. Потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Елон жадным спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами. «Ну, теперь ступай», — сказал доктор, когда пес наелся и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал. «Хм», — произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнило, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гонщий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ. Ребра выпирали, спина была острой и лопатки стояли точком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. «Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно?» «Что ему собака?» Доктор задумчиво поднял глаза. Низко над горизонтом, переливаясь синим блеском, большая звезда. «Арктур!» — пробормотал доктор. Пес шевернул ушами и открыл глаза. «Арктур!» — снова сказал доктор с забившимся сердцем. Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом. «Арктур! Иди сюда, Арктур!» — уже властно и радостно позвал доктор. Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом к колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. «Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, поберушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо восторженные брехуны, есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабские умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться. Много я видел преданных собак. Собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлист, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни, но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца. У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушный, часто от него раздражающе пахло одеколоном, запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо иголками. Ему хотелось скачить и помчаться, захлебываясь радостным лаем, но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмекало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться, прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение? Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими. Они были сразу похожи на звук воды и на шелест деревьев, и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды. И Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Редактор субтитров А.Семкин